Всем привет! Продолжаем обзоры интересных масел. На этот раз пройдемся по отечественному G-Energy. Его анализ на вау-клубе был совсем недавно. Сразу скажу, что сначала мы это масло раскритиковали. Во-первых, какой-то неизвестный пакет присадок, как тогда показалось китайский. Во-вторых, неадекватная цена около 4,5 тысяч рублей за канистру. Дело в том, что многими из нас считается, что не должно отечественное масло столько стоить. Но несмотря на это, я все равно решил рассказать о нем. Потому как сейчас оно дорогое, а завтра его могут сливать на озоне за 2,5 тысячи рублей канистра. Такое тоже бывает. Вот оно это масло. G-Energy F-SYNC 0V30. Полнозольник стандарта оси А3-B4. На банке указаны основные европейские спецификации. Но подойдет оно не только немцам, французам. Его можно лить и в отечественные автомобили, или в тех же японцев-корейцев. Самое интересное не в этом, а в том, что это настоящая синтетика ПАО для тяжелых условий эксплуатации. Притом, как в областях с обычным московским климатом, так и в сибирских регионах с экстремально низкими температурами. G-Energy F-SYNC 0V30. Нового стандарта APS-P. Это полнозольник, не среднезольник. Производится он у нас в России. Вот здесь вот перечислены допуски и спецификации. Практически вся Европа. BMW, Mercedes, Renault, Volkswagen и так далее. Дата выпуска 07-06-2023. Искали свежее, не нашли. Но нам достаточно 2023 год. Это год, когда уже все отечественные производители перешли на альтернативные пакеты присадок. Кто на китайский, кто на отечественные. Кто на те же западные, просто параллельный импорт. Производит его Россия Фрязина. Температура застывания минус 56 градусов Цельсия. Поняли, да? То есть это настоящая синтетика ПАО. На одном гидрокрекинге такого не добиться. У нее большой запас по использованию зимой. В 40-градусные морозы лучше оказаться на таком масле, чем на каком-нибудь 5В40. Вязкость динамическая CCS при минус 35 градусах Цельсия равна 5500 МПАС. Тоже хороший результат. По этим двум тестам видно, что масло настоящий сибиряк. На базе они не экономили. По вязкости G-Energy классическая 30-ка. Вязкость при 100 градусах Цельсия равна 12. Она удовлетворяет требованиям стандарта САЕ. Газпромнефть, в принципе, всегда мешала масла точно. Сколько мы их уже у Куба перетестили, не с честь. Каких-то серьезных залетов я не припомню. Во Фрязино сидят хорошие технологи. У них крутое оборудование. И ЛАБА контролирует качество масла на выходе. Поэтому с точностью смешения у них все нормально. Щелочное число равно 12. Здесь есть чем нейтрализовать кислоты, возникающие в двигателе. Есть чем обеспечивать чистоту поршней, поддерживать двигатель в чистом состоянии. И такого запаса должно хватать на большой интервал смены. То есть масло для тяжелых условий эксплуатации. Оно не только не застывает в морозы, но и дольше срабатывается. Три года назад, когда я начинал вести свой канал, масла этих стандартов были с щелочным около 10. Сейчас же все чаще и чаще встречаем 11-12. Думаю, что это борьба за чистоту поршней. Вроде бы, перед нами ПАО синтетика. И должна нас удивить хорошей термостабильностью. Но тут нужно понимать, что перед нами 0W30. Такие масла, ради того, чтобы хорошо отрабатывать в морозы, обычно не выдают рекорды при высоких температурах. То есть чем ниже вязкость, тем при прочих равных, все-таки хуже термостабильность. Поэтому NOAC здесь обычный 10,5%. Он даже немного превышен, но к мелочам я сейчас придираться не буду. Это входит в погрешность измерений. Вспышка тоже обычная, 225 градусов Цельсия. То есть ничего супер выдающегося эта синтетика ПАО при высоких температурах не выдала. Содержание золы сульфатной по-современному невысокое. То есть здесь не какой-то древний тракторный пакет присадок, а нормальный современный пакет для новых иномарок. При высоком щелочном числе 11 G-Energy содержит всего 1,17% золы. Масло не будет оставлять после себя много зольных абразивных отложений. Это плюс. Каюсь грешен. Пакет присадок мне сначала показался безродным бастардом Синьцзиньпиня. Ну то есть простым китайским APS-P с приписанными европейскими спецификациями. Как это сейчас очень часто бывает. Но как оказалось я ошибался. Это новый Avton Hightech 11600. Везенный по параллельному импорту. Просто мы такой еще не видели. Здесь есть органический молибден, снижающий коэффициент трения и дающий небольшую экономию топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. И моющий нейтрализующий пакет на основе магния и кальция. Сберегающий современные моторы от детонации LSPI. Все необходимое для работы современного мотора здесь есть. Теперь давайте поглядим базовый состав. Открываем экоспектр Fourier и смотрим наш любимый пик на волне 722. Он равен 1,22. То есть спектр также подтверждает, что перед нами синтетика ПАО. А вот этот пик говорит о большом количестве сукцинемидов. Дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте и выносящие загрязнения вместе со сливом масла. Плюс вот этот пик говорит об аминных антиоксидантах. Перейдем к выводу. Масло настоящий сибиряк на ПАО синтетике и новейшем пакете присадок Avton Hightech. Температура застывания минус 56 градусов Цельсия. О чем-то договорит. Вязкость завод исполнил точно. Моющие нейтрализующие свойства хорошие. Положили много дисперсантов, поддерживающих чистоту в двигателе. Приостановили окисление аминными антиоксидантами. На канистре указаны настоящие спецификации. Этот продукт по сути ничем не уступает какому-нибудь импортному кастролу. Минусы. Высокая цена 4,5 тысячи рублей за канистру. Возможно она еще изменится или например масло будет продаваться по хорошим скидкам на маркетплейсах. В общем нужно следить за ним. К сожалению отечественное не всегда означает дешевое. Мы все ждем от нашего масла низкий ценник, а оно стоит как шел из Германии. Вот такая вот правда жизни. Следующий обзор сделаем на отечественное масло Татнефть Люкс ПАО. Цена вроде бы приятная. 2,5 тысячи рублей за канистру. И тоже обещают ПАО синтетику. Посмотрим из чего оно на самом деле состоит. А на сегодня у меня все друзья. До встречи.